youtube привет продолжается у нас эпопея по ход споту они два приборчика включаем готов к работе включаем готов к работе к сожалению я в предыдущем видео допустил ошибочку но всего знать невозможно вот вот эти приборчики в принципе они одинаковые кто-то чуть раньше выпущен кто-то чуть позже но как уточнили мне ребята это один и тот же прибор по сути дела вот предыдущего поколения я сейчас покажу и расскажу немножко о том приборе поскольку как говорится уже сказала надо говорить и б вот она первая версия прибора практически все то же самое вот мы видим его вот такой приборчик принципе тоже вилка по питанию вот разница какая во первых длине проводов были была длина проводов и массы и на рабочую вот этот ну как его назвать точнее зажим для электродов назовем его так была одинаковая сейчас вот этот рабочий провод на полметра длине на метр длиннее стал массовый провод стал на полметра короче но это уже так сказать обкатка показала что так лучше нас это не было ручки вот мы видим ручки на приборе сейчас уже есть в этой версии вот его удобно там переносить или переставлять вот так и зажимы вот сейчас такие острозубые в принципе и не всегда обязательно его так зачищать ставишь он он так пошевелил он прокусывает краску и принципе контакт уже есть поехали дальше одно из основных отличий вот этого прибора от того что сейчас выпускается здесь это светодиод там включатель есть сзади у него на передней панели выходят вот только провода и больше ничего нет задняя панель видно вот она передняя панель вот он был настроен но скажет как мне объяснили на был настроен на металл но скажем так на приоровский капот были оптимальные настройки сейчас же все поменялось для того чтобы снять получше вот сейчас есть такая вот крутилка тише и громче у нас для того чтобы прибор был более универсальным вот сделаны вот эти регулировки тише и громче на каких-то машинах более тонкий металл который можно поднимать на минимальных вот таких настройках на каких-то в этом режиме но и так далее и максимум то есть благодаря вот этой скажем так крутилки громкости вот можно регулировать интенсивность нагрева металла вот ну что продолжаем я так сказать исправил свою ошибочку теперь продолжим и посмотрим как уже теперь этот приборчик работает ну что ж попробуем потестировать снижить немножко это еще мешает снег на съемках наша деталь видно здесь более-менее ровненько все правда снижить но тем не менее попробуем сейчас сделать какой-нибудь здесь дефект и и и и вам поправить с помощью этого аппаратик а я думаю что более-менее видно и возьмем поехали вот он аппаратик кнопочка пробуем что получится я маленькими как бы тычками разряды тык-тык-тык-тык даю вот дело это новое для меня скажем так хотелось бы заснять от товарищ зашел попросил его поснимать и коротенькими разрядами вот металл нагревается как бы вспухает такие как микро шишечки получается и теперь вот пошли мы дальше это первый проход можно нажать и сжечь его так выглаживать ну так получается на мой взгляд неопытный немножко не то хотя в принципе металл успешно поднимается вот и все это в реальном времени занимает немного времени эффективно поднимает так бы крючком или клеем гораздо бы это дольше происходило естественно мой взгляд очень удачно это изобретение или разработка кому как больше нравится практически за один проход и краска целая и вмятина я надеюсь хорошо это будет видно разворачивается понятно в идеал это не выводится но во всяком случае довольно таки легко на глазах из такого рубца выходит более плавный рубец сейчас немножко дальше еще пройдусь и дадим металлу немножечко остыть сейчас я вот если это видно нажимаю и ввожу плавными такими движениями сожалению для того чтобы попытаться хорошо снять мне приходится сидеть сбоку и оператор сказать чтобы ему было удобнее снимать а не мне работать поэтому я вижу немножко по другому сбоку но тем не менее все достаточно неплохо видно и мне надеюсь хорошо все это видно и на экране пройдемся еще здесь все глубоко здесь уже половина меньше опять же за один проход там ну скажем полторы минуты вот отсюда начиналась наша вмятина явно это видно сейчас я пройдусь еще раз сначала металл подостыл к сожалению и работать и снимать даже в таком виде неудобно потому что я либо я мешаю камере либо камера мешает мне но в итоге я надеюсь видно и понятно что довольно таки эффективно все это получается естественно опыт работы с данным аппаратом может 30-40 минут но от силы час я тут нянчил сначала один потом второй потом как оказалось я говорю уже в начале видео что это аппараты абсолютно идентичные естественно как любой техники любому инструменту надо привыкнуть местная сейчас опять же если выбрать режим возможно можно было бы поставить его погромче но имеется ввиду помощнее но я не хочу жечь краску как бы жалко но как работает мне очень нравится единственное что еще раз повторюсь я камеру что меньше она бликовала пришлось настроить свет на максимум на яркость она меня очень сильно слепит сейчас если бы я работал без камеры сейчас бы я свет уменьшил бы процентов на 60 но чтобы это все передать попытаться мне приходится вот говорится ну вот как то так вот он наш аппарат я настроил где-то вот где мой палец наверно 25 25 процентов его мощи засвечивает да вот видно где-то 25 процентов ну что два прохода и в принципе полосы можно сказать по сравнению с тем что было ничего не осталось это не может не радовать понятно как если правильно сказать где-то какие-то заусинцы углубления мелкие есть для этого есть и другие инструменты которыми можно легко и быстро подправить пробить чуть поднять там допустим где-то остренько даже может быть чуть-чуть под наколоть к сожалению не получается ну сейчас вот они у нас три вмятины и вот она четвертая ну вот они три вмятинки сейчас чуть подостынет металл сядет попробую я их просто поковырять не пробивая не поднимая просто вот поиграться этим прибором ну вот они наши три вмятинки я ничего не края не пробивал ничего не делал просто попробую их поприжигать сейчас как мелкими такими наколками . она даже несколько напоминает шагреньку только чуть чуть более крупную чем чуть более крупную чем на самом деле на машине но не намного я так такими микро накольчиками что ли ну как допустим острым крючком условно работаю мне это очень даже нравится и сейчас так немножко можно повозить нажимать и это надо просто приспособиться к алгоритму работы сделать не один десяток каких-то таких дефектов чтобы приноровиться его возможностям плюсами минусом как все это выходит а где-то у меня сейчас такие даже как плюсики шишечки получаются но имеется ввиду немножко лишнее как бы да никак бы это надо будет подзабить но сейчас вопрос не в том что сделать красиво идеально просто посмотреть как это все работает под нагрелой да дадим остыть отдохнуть вот наша вторая вмятина тоже самое я решил пока мне человек помогает надо попытаться это поснимать не знаю я не по каким тут говорит нам не работают то есть хаотично так тыкаю куда захотелось вмятинка выходит что самое интересно ничего не искрит не шумит не гремит что еще более приятно краска не прогорает металл поднимается то есть как в теории смотрел видео по этому аппарату так рассказывал что от электроизряда выделяется тепло металл нагревается но настолько это быстро происходит и в маленьких дозах что тепло успевает рассеивается и не поджаривает краску ну в данном случае у нас лак у нас тут база под лаком довольно таки успешно и легко это делается то есть приборчик даже такие вот дефекты которые надо было колотить поднимать в общем успешно и быстро решает даже такие ну что поехали следующее крайне я тут уже как бы понаглее побыстрее я думаю что этим прибором две-три недельки поработать то очень даже эффективно можно будет работать даже без крючков без ничего но опять же надо сказать что мне сейчас лампа моя очень сильно мешает поскольку ее для съемки пришлось на максимальную яркость поставить ну в общем и целом я очень доволен ребятам спасибо что прислали мне приборчики на тест одно дело смотреть чужое кино другое воочию взять и поиграться в своих руках потому что как мы знаем по чужим видео или же по галереям работ что есть ребята вообще чудеса творят но одно дело когда кто-то одно дело а совсем другое когда ты сам своими руками это все дело делаешь но еще раз повторюсь не знаю камера передаст это или нет такие как маленькие шишечки взбываются как микронокольчики краска целая и все это несколько похоже даже как на шагрень я думаю что если заточить там более остро или более тупо то этим можно и шагрень какую-то другую делать но это уже потом это уже дальше ну вот в принципе 3 мятинки подравнялись вот такой длины прям сколько ну отсюда досюда вот как рука протянутая вмятина там практически ушло на это времени сколько она может минут 15 достаточно было двух проходов чтобы это подравнивалось понятно что это не идеал и что если сделать чтоб совсем красиво надо что-то забить что-то еще поднять опять же вот поработали в этой плоскости потом в этой ну и так далее со всех сторон об смотреть везде тут деталь она такая немножко надутая неровная надо со всех сторон будет это проверить вопрос не в этом стоит сейчас вопрос том чтобы показать возможности даже на вот таких элементарных вмятина вот собрать металл до кучки вот это в принципе даже у меня не знающего в этом вопросе человека получилось довольно таки быстро и эффективно ну за съемку не судите строго снежит ну вот вот такой первый тест у нас дальше будем продолжать следующий тест будет у нас если у меня получится снять попытаюсь сделать клапун чтобы металл данном случае вот он как мы нажимаем как бы спертый попытаюсь сделать клапун им все всем спасибо пока пока